Здравствуйте, это программа Коммунальный патруль, меня зовут Кирилл Политов. В ближайшие 5 минут все самые заметные новости, недобросовестные работы, сферы ЖКХ Края, коротко о главных темах. Раскопать раскопали, восстановить забыли, какие улицы Барнаула лучше обходить, объезжать стороной. Мусорный завал, как Рубцовск уходил на мусорное дно. Удар по спаму, почему барнаульцы могут выиграть конкурс по сбору макулатуры. Рубцовск стал напоминать одну большую городскую свалку. Долгое время на улицах можно было видеть горы хлама, масштабы мусорного завала возмутили местных жителей, которые, казалось бы, удивить уже вряд ли было возможно. Хронику восстановят наши рубцовские коллеги. Эта проблема по обсуждаемости обогнала тему дорог. И это понятно. Жильцы домов, расположенных рядом с мусорками, вынуждены жить буквально в антисанитарных условиях. Дворники управляющих компаний пытаются бороться с мусором, но его уже накопилось столько, что они попросту не вмещаются в баки. Возникает резонный вопрос. Почему нельзя организовать вывоз площадок чаще, чем раз в сутки? Вот только решение его не совсем простое, как кажется на первый взгляд. На следующий день мусоропроводящим организациям поручено составить паспорт контейнерной площадки, определить суточную норму накопления. Соответственно, из этого или же обеспечить необходимым количеством ямкостей для складирования, или же составить двух-трехразовый вывоз. То есть, таким образом, мы надеемся навести порядок. Жильцы Барнольской многоэтажки оказались буквально атакованы рекламой. Вот уже несколько месяцев, примерно в одно и то же время, им в почтовые ящики приходят квитанции с предложением поменять счетчики на воду. Горожанам, похоже, уже пора сдавать эти квитанции на макулатуру. Почтовые ящики и чашу терпения переполнены. Вот, пожалуйста, 24-я квартира, вот тоже, не знаю, кто, что тут, вот все везде, так оно и есть. Видимо, еще есть они, это что-то другое. Вот, может быть, здесь, вот они, да, 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 пожалуйста. Точно такие же квитанции получили и все соседи Владимира Николаевича. В каждом почтовом ящике по одной, а то и по две. Мужчина в прошлом председатель дома таким рекламным трюкам не поверил, хотя, говорит, листовки уж больно напоминают бумаги государственных служб. Некоторые горожане стали печатать прямо на ящиках уже свои объявления. Пожалуйста, помимо квитанции, никакой другой макулатуры. Правда, говорят, все равно не спасает. Вот и жильцы дома с номером 9 по улице Матросова устали от подобного спама. Тут почитают, о, тут такие, вот видите, вещи. И красиво тут, и голограммы, и штрих-ходы, и все, что хочешь. Все. И ссылка на закон. И название городской, вот городские власти. Вот я думаю, что, может, у них и дома, где живут слуги народа, не бросают эти вот вещи, а вот городской центр учета водопотребления. Простите, а где он? Дороги России, как много в этом звуке. Так горько шутят автовладельцы, которые вынуждены ежедневно проезжать по Проновольской улице Промышленной. Альтернативные пути объезда есть. Некоторые их как раз и выбирают. Но другие рискуют раскошелиться на дорогостоящий ремонт. Все потому, что полотно скорее напоминает решето. Езда по этой дороге словно аттракцион для водителей. Глубина и ширина ям десятки сантиметров. Сейчас полотно выглядит, как после бомбардировки. Дело в трубе, так решили коммунальщики и раскопали территорию. Надо так надо, согласились местные жители и все те же водители. Да, особо и выбора не было. После ремонта труб никакого ремонта улицы. Мастера оставили полную разруху. Изначально полотно, уверяют местные, отличалось надежностью. Теперь ямы и непроходимая грязь. В сезон дождей выхода нет. И так уже несколько месяцев. Сейчас инициативные жители начали борьбу с компанией, которая вела работы за возвращение прежнего вида улицы. Получается, пока с переменным успехом слышат только обещания. Бесполезно, да. Сейчас только ругались, сюда приезжали, лазили по каналам. Там еще более-менее. А здесь вообще машины здесь у меня стоят. Им вообще не разъехаться здесь ничего. Потому что, ну да, одна полоса как бы. В подобных случаях былой вид территориям должны возвращать все те же мастера, что и строили и раскопки, говорит наш эксперт-юрист Артем Чаузов. Это универсальный способ для подобных историй. Компания, которая производит ремонтно-восстановительные работы, обязана также благоустроить территорию после тех работ, которые она провела. А также, если имеются какие-либо последствия размытия дороги, либо провал земельного участка, также имеется срок для восстановления, который требуется для данной компании. Вот так советует действовать наш эксперт. Работы прошли, ямы и бездорожье остались. Напоминаю, телефон нашей редакции прежний 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова